Тимур Он пригласил своих друзей и коллегу по работе Ларису, в которую был давно и безнадежно влюблен. Выглядишь просто прекрасно. Тимур Васильев, 27 лет, сотрудник торгового отдела крупной фирмы «Холост». Слушай, может быть, останешься сегодня? Мне кажется, на месте о чем поговорить не едино. Тимур, я не могу. Лариса Коновалова, 27 лет, переводчик в торговом отделе крупной фирмы, коллега Тимура, не замужем. Я вообще-то собиралась уже уезжать, завтра вставать рано. А может, просто задержишься ненадолго? Я хочу тебе кое-что сказать, это очень важно. Так, а теперь дамы меняют кавалеров. Васильев, не совесть. Мне уже надоело смотреть, как вы тут шепчетесь. Антон Пирогов, 27 лет, заместитель начальника торгового отдела «Холост». Ты что делаешь, скотина? Ну-ка, быстро отстань от нее! Васильев, ты что, с ума сошел? Да я тебе сейчас... Хватит! Хватит! Что вы делаете? Прекратите драку! Чего ты к ней лезешь все время, а? Она моя, ты понял? Что ты сказал? Тимур! Тимур, успокойся, мы с тобой просто друзья! Да какие друзья? Ты же знаешь, я люблю тебя! А я люблю Антона! Извините. В общем, я давно полюбил Ларису. Мы с ней вместе учились в институте, она на инъязи, я на экономическом. Я пять лет от нее вообще не отходил. Вот. А когда закончили институт, я помог ей устроиться к нам в офис. А через полгода появился этот Антон, и все, она к нему переметнулась. Ну, раз вы говорите, что она переметнулась, значит, у вас были какие-то отношения? Нет, ничего конкретного. Но я собирался сделать ей предложение. И хотел поговорить с ней об этом в мой день рождения. А она мне сказала то, что любит Антона. А вы правда считали, что если вы в нее влюблены и настроили какие-то планы на ее счет, то у нее есть перед вами какие-то обязательства? Да нет, нет, не в этом дело. Просто я знаю, почему она выбрала Антона. Вы бы его видели. Весь из себя. Папа крутой, мама тоже. Квартира, машина. А я квартиру снимаю. И она тоже. А Лариса часто говорила то, что хочет иметь жилье в этом городе. Да не любит она его. Просто ей нравится то, что он богат. А даже если и так, разве она не имеет права решать, за кого и почему ей выходить? Взял муж. Ну и я ее люблю. Скажите, пожалуйста, у меня есть хотя бы шанс, что она будет когда-нибудь со мной? Ну да, госпожа психолог, скажите, что есть, что будет, чем сердце успокоится. Ну, помилуйте, Тимур, откуда я могу знать, будет ли она когда-нибудь с вами? Я знаю только одно, что она вам ничего не должна и ни в чем перед вами не виновата. А еще я знаю, что пока вы будете считать иначе, вам с ней точно ничего не светит. Лариса, ну что тебе нужно? Что ты бегаешь за мной? Ну, я думала... Да ты мне проходу не даешь, вешаешься на шею. Он думал, что так говорит, я же тебя люблю. Короче, мне надоели эти сцены. От нас и так и слухи на работе идут. Мне это ни к чему. Я на тебе не женюсь, ясно? Вот и отлично. Рад, что мы разобрались наконец. Лариса, постой. Ты что, плачешь? Какое тебе дело? Лариса, а помнишь, ты обещала помочь мне выбрать моей маме подарок на день рождения? Могу рассчитывать на тебя? Тимур, я сегодня не в настроении. Лариса, пожалуйста, я без тебя не справлюсь. Ладно, уговорил. И все-таки я прав, что ты затащил тебя ко мне. Да, торт такой вкусный. Ну да, я знаю то, что ты сладкое любишь. Да, только ради этого тортика. Да, нечего нам обсуждать, и так все ясно. Чего? От такого и слышу. Так это Антон был? Да? Хочешь, я с ним поговорю? Хочешь, я ему морду набью? Может, хватит уже начальству морду бить? Мне все кулаками решается. Тимур, я лучше пойду. Лариса-то куда? Торт? Да, понял. Контракт завтра привезу. Хорошо, до свидания. Лариса, ты чем-то расстроена? Елки-палки, Лариса, ну ты же знаешь, я чем могу, помогу. Ты скажи, Чан. Да ничем ты мне не поможешь. Я беременна от Антона. А он, ну ты сам знаешь, как он. Я только очень прошу, в офис никому не говори, ладно? Ну ты же знаешь, я могила. Он мне может доверять. А Антон знает? Нет. Так надо ему рассказать. Нет. Ничего не надо. Мы только что опять с ним поссорились. Если он сейчас узнает про мою беременность, то точно решит, что я хочу его женить на себе. Я сама справлюсь. А ребенок? Да что ребенок? Я Антону все равно не нужна. Тимуру внезапно пришла в голову идея, как использовать эту ситуацию и завоевать Ларису. Он убедил Ларису в том, что ей надо сходить к Антону и поговорить. На следующий день они вместе отправились к нему домой. Слушай, ну может все-таки не надо? Ну если он в офисе, мимо меня проходит, на мои звонки не отвечает, ну что толку с ним говорить? Так, он не хочет говорить, зато ты хочешь. Я сейчас пойду и приведу ее сюда. И ты ему все объяснишь, понятно? Давай, стой здесь. На самом деле это было частью плана Тимура. Он не собирался устраивать встречу Ларисы и Антона. Фух, так, но он ни в какую спускаться не хочет. Просил тебя больше не звонить ему. Это почему это? Я хочу, звоню, а не хочу. Да я откуда знаю. Просил в резкой форме. Ну ясно. Так, Лариса, еще я не хотел тебя расстраивать, но когда я был у нее дома, видел там в комнате. Ну что, что в комнате, привидение что ли? Да не, хуже. Девиз какая-то в модельной внешности полуголая. Ларис! Ларис, погоди! Может, ко мне пойдем? Тебе нельзя сейчас одной-то оставаться. Ладно, Ларис, не переживай. Ты же знаешь то, что от боли никто не застрахован. Так, как бы тебя развлечь? А может быть, кино посмотрим новое? Ничего я не хочу. Я лучше пойду, Тимур. Ладно. Лариса, ну знай то, что рядом с тобой есть настоящий мужчина. Я хочу побыть одна. Мне надо домой. Тимур, я все еще надеюсь, что Антон одумается и придет ко мне. Ну хотя бы поговорить. Я должна быть дома, понимаешь? Я понял. Провожу? Нет, не надо. Я сама. Лариса беременна. Лариса беременна. Чего-чего? Чего слышал? Лариса беременна. Слушай, почему я об этом от тебя узнаю? Сам догадайся. Васильев, ты что? Она и с тобой была? Твой ребенок? Так, так, так. Не психуй пирогов. Без комментариев. А хочешь с ней поговорить? Да пошла она. Так ей передай. Тимур пригласил на свой день рождения коллег по работе, в том числе Ларису, в которую был влюблен еще в институте. Он собирался признаться девушке в своих чувствах, но увидел, как она обнимается с Антоном. Лариса объяснила ему, что у них серьезные отношения. Для Тимура это стало шоком. Спустя короткое время он услышал, как Лариса и Антон ссорятся. Он решил, что это его шанс вернуть девушку. Тимур стал ее незаменимым другом, на самом деле стараясь окончательно поссорить Антона и Ларису. Вскоре выяснилось, что она беременна. Тимур сообщил об этом бывшему другу и коллеге, но сделал это так, что Антон решил, будто Лариса ему изменила. Лариса, в общем, я решил еще раз поборить с Антоном. Ну, понимаешь, вы же не так просто поругались. Ты беременна. Я ему сказал то, что ты ждешь ребенка. Зачем? Ну, кто тебя просил? Ну, и что он? Ну, он сказал то, что дети в его планы не входят. Ах, не входит. Вот мерзавец. Лариса, выходи за меня. Твой ребенок будет моим. Васильев, и без тебя тошно. Лариса, ты ему не нужна, а я здесь. Я буду заботиться о тебе. Ребенка твоего вырастим. Да я ненавижу и тебя, и его. Отстань от меня, надоел. После ссоры с Ларисой, Тимур чувствовал себя униженным. Но он все равно надеялся, что в этой сложной ситуации Лариса не обойдется без его помощи. Да, Ларис. Тимур, я согласна выйти с тебя замуж. Ларис, ну вот видишь, Ларис, я очень счастлив. Я сейчас приеду. Да, еду, все. Своего я добился. Ларису с Антоном рассорил. Но мне не нравится, как ситуация развивается дальше. А что вам не нравится в ситуации? То, что рассорившись с Антоном Лариса, вас так и не полюбила? Я не очень понимаю, что происходит. Когда она согласилась выйти за меня, я сразу к ней прибежал. Она собрала вещи, я их перевез. Ларис, да ты что такая грустная? Ну радоваться надо, у нас с тобой начинается новая жизнь. Не знаю, мне кажется, я поторопилась, не надо было мне соглашаться. Так, Ларис, надо больше мне доверять. Ну сначала будем снимать квартиру, потом я возьму ипотеку, купим свое жилье. Ларис, да мы с тобой так заживем. Только ты ей. Ну дай мой ребенок. Ну да? Да, и твой ребенок. Слушай, а когда мы распишемся? Успеем. Где я спать буду? В нашей спальне. У меня условия. Спать до родов вместе мы не будем. Это понятно? И вообще, останемся пока просто друзьями. Ты же просто хочешь помочь мне в трудную минуту, да? Да. Да, как скажешь. Мне до сих пор кажется, что она не видит во мне мужчину. Я для нее просто друг. Ну а тогда зачем она ко мне переехала? Ну, я, например, вижу три варианта. О первом говорили вы сами. Если Лариса действительно такая корыстная, как вы считаете, то она вполне может использовать вас для решения, ну, таких чисто бытовых проблем, связанных с появлением ребенка. Нет, она не такая. Быстро же вы мнение меняете. В прошлый раз она была как раз такая. Ну да ладно, лишь бы для таких изменений были основания. А какие варианты еще? Второй. Лариса опять-таки вас использует, но на этот раз не в бытовых целях, а для заочного выяснения отношений с Антоном. И третий. Лариса снова вас использует, но на этот раз для утешения своего больного самолюбия. Может, конечно, есть и еще какие-то варианты, но я, честно говоря, их не вижу. О, а ты что здесь делаешь? Не спится? Да вот что, думаю, как мне поступить. Да ладно, Лариса, образуется все. Я сегодня хотела вернуться на свою квартиру, позвонила, а ее уже сдали. Лариса, а почему? Может быть, потому что ты меня не любишь? Да как? Ты разве не видишь то, что я делаю для тебя? Да-да-да, я не могу жить без тебя, Лариса. Мама звонила. Я ей сказал то, что мы живем вместе и то, что подали заявление в ЗАГС. Вот. Она на выходных нас ждет. Мне это не надо. Да ты что? Она же будет так ждать. Если хочешь, езжай к ней сам. А, слушай, Васильев, что ты ходишь за мной, как на привязи? А пусть все видят то, что мы вместе. Увидят, когда распишемся. Привет. Привет. Лариса, привет. А меня сегодня на работе задержали. Я думал, ты дождешься меня. Вместе домой пойдем. Зачем? А как зачем? Тебе сейчас надо беречься. Вдруг ты поскользнешься, упадешь. Да ладно, и так прекрасно добралась. Вон в магазин зашла. Вот, смотри. Ой, какая крохотная. Ларис, ты чего? Ларис, ну тебе сейчас нельзя расстраиваться. Ну, у нас же все хорошо. У нас? Да я больше так и не могу. Я лучше аборт сделаю. И никто мне не нужен. Ни ты, ни Антон, никто. Я начну жизнь с чистого листа. Все развалилось. Пусть мы и жили с Ларисой, как соседи, но я надеялся, что вот-вот все наладится. А она теперь решила сделать аборт. Поймите, Лариса для меня все. Я не могу без нее жить. А если она сделает аборт, я ей тогда буду не нужен. Интересно. Вы так говорите, как будто Лариса для вас просто очень крупная ставка в игре. Да нет, что вы такое говорите. Для меня это не игра. Это очень серьезно. А с чего взяли, что игра это не серьезно? Бывает, люди, проигравшись в ноли, с собой кончают. Куда серьезнее. Но я, в общем-то, не об этом. И о том, что игрок, он ведь не думает о желаниях шарика рулеточного, или партнеров по игре, или ставок. Ну, правильно, не думает, в общем-то. У них и желаний своих нет. А у Ларисы они есть. А вы о них тоже не думаете. Да знаю, чего она хочет. Она с Антоном даже во сне разговаривает. Но я ее очень люблю. И я все для нее сделаю. Вот я и говорю, что плевать вам на желания Ларисы. И на ее ребенка тоже плевать. И вы еще говорите, что для вас это не игра? Ты все время молчишь, что что-то решила? Да. Что? Избавиться от ребенка. Я уже сдала все анализы. Не надо. Может быть, я... Ну, ты же видишь, что все бесполезно. Так. Ничего не делай. Прошу, ты жди. Понятно? Антон, погоди. Чего тебе? Я спешу. Я хотел тебя попросить о помощи. Это что-то новенькое. А материальное, что ли? На свадьбе не хватает? Нет. Я люблю Ларису. Ну и люби. Я не могу жить без нее. Как мне сделать так, чтобы она была со мной? Что больной? Я-то откуда знаю? Ну, скажи ей сам то, что не хочешь быть с ней. Только запрети ее аборт делать. Да я тут при чем? Знаешь, я в чужие отношения не влезаю. Делайте с ней, что хотите. А, привет. Ты его видел? Да, видел. Что он сказал? Что он сказал, говори! А ты куда? В больницу. Лариса? Ну, не надо ребенка убивать. Васильев! Отставь меня в покое! Лариса! Лариса, постой. Отстань! Лариса, мне надо сказать тебе. Тимур, чего тебе от меня надо? Лариса, в общем, твой ребенок, ты... Какое тебе дело до моего ребенка? Я уже все решила! Слушай, ты так сильно любишь Антона, да, у меня нет шансов. Тимур, ты мне просто друг. Ты меня прости, что я пыталась воспользоваться твоими чувствами ко мне. Лариса, в общем, такое дело. Я дал понять Антону, то, что твой ребенок не от него, и то, что ты его не любишь. Васильев, да ты сволочь! Я тебя ненавижу! Лариса, да стой, Ларис! Тимур пригласил на свой день рождения коллег по работе, в том числе Ларису, в которую был влюблен еще в институте, и Антона. В тот же вечер Тимур узнал, что у Ларисы и Антона роман. Спустя короткое время Тимур услышал, как Лариса и Антон ссорятся. Тимур стал ее незаменимым другом, на самом деле стараясь окончательно поссорить Антона и Ларису. Когда выяснилось, что она беременна, Тимур сообщил об этом бывшему другу и коллеге так, что Антон решил, будто Лариса ему изменила. Вернувшись к Ларисе, Тимур предложил ей выйти за него замуж. Поначалу она согласилась, но вскоре передумала и решила сделать аборт. Испугавшись, Тимур признался ей в том, что соврал Антону. Я внезапно понял, что ребенок ни в чем не виноват. И мне стало страшно, потому что он может не родиться из-за меня. Я идиот, эгоист. Ну, а если вы до всего этого смогли додуматься, то не совсем уж эгоист и не такой уж идиот. Да, а что теперь на работе будет? А когда об этом узнают, меня просто сгноят. Я бы тебя вел себя подло. Ну, на работе-то не обязательно должны об этом узнать. Вопрос в другом. Сможете ли вы после всего этого работать с ними обоими? Да. Видимо, заявление об уходе это правильный шаг. Но я не могу уволиться. У меня хорошая должность, нормальная зарплата. И я очень хочу быть рядом с Ларисой. Вдруг у них с Антоном ничего не получится? Ну, быть с Ларисой можно не только на работе. Это раз. Даже если у нее с Антоном ничего не получится, не факт, что она захочет быть с вами, это два. А три – это вопрос. А что для вас важнее? Хорошая зарплата или самоуважение? Прошло несколько недель. Каждый день Тимур буквально заставлял себя ходить на работу. Он не мог без боли видеть радостные лица Ларисы и Антона. В офисе со дня на день ожидали, что они объявят о своей свадьбе. Какими судьбами? Решил зайти к собрату по несчастью. Слушай, тогда выпьем. Да я гляжу, ты выпил уже. А я-то выпил. А все ты и виноват. Подлая твоя душонка. Ты что, подраться, что ли, пришел? Давай. Да, руки от тебя марать. Нет, ну слушай, ну разобрались бы сами. Еще ты лез, а? Нет, везде ему свою носи еще засунуть. А то как? Что, поругались, что ли? Да плевать я на нее хотел. Понимаешь, плевать. Она сама так решила. Кто она такая? Сегодня есть, завтра нет. Пшик! Ну ладно, ладно, давай, снимай. Раздевайся. Давай. Ну, проходи. Антон. Антон! Нам надо поговорить. Ты отстань ты со своими разговорами. Вы что, с Антоном опять поссорились? Он вон дома у меня пьяный. Видно, что сильно переживает. Пойдем, мириться будете. Да что ты говоришь, Васильев? Откуда такое благородство? Или ты опять на что-то рассчитываешь? Я уволилась. Ларисовна, прости меня за прошлое. Ты идешь? Я никуда не пойду. Антон подлец и мерзавец. Он не верит, что это его ребенок. Он предложил мне сделать тест на отцовство. Ну пойдем, я поговорю с ним. Никуда он не денется от тебя. Женится на тебя и все. Да ты что? Ты что, думаешь, что мне замуж за него хотелось? А может ты вообще решил, что я клюнула на их богатую семейку, да? Иди-ка ты, Васильев. Сам знаешь куда. Так, а чего теперь делать собираешься? Поеду домой к родителям. Рожу ребенка. А с Антоном у вас все? Да. Насильно. Милый не будешь. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Лариса, может быть я мог бы чем-нибудь... Нет! Ты ничем от него не отличаешься. Прощай. Как известно, чтобы построить что-то новое, нужно, чтобы было как минимум пустое место. И хорошо, если это пустое место в наличии имеется. А если сначала необходимо разрушить что-то старое. А если это старое еще вовсе не умерло, а очень даже живо, тогда как? Вот Тимур из нашей истории подобные вопросы решал очень просто. Если ему необходимо здесь строить, значит придется все до основания разрушить. И дело с концом. Только беда в том, что все, что ему казалось необходимым разрушить, было частью его любимой девушки Ларисы, находилось внутри нее. Но Тимур был готов лезть туда, вовнутрь, в нашу святая святых, в душу, с любым инструментом, который позволил бы эту любовь Ларисы к Антону разрушить. А если при этом еще что-нибудь окажется повреждено, ну что ж тут поделаешь, если Тимуру так приспичило? И что тут, позвольте спросить, про любовь?